Глава региона Алексей Русских и заместитель генерального директора по развитию производственной системы Госкорпорации Росатом Сергей Абозов подписали соглашение о реализации проекта «Эффективный регион». Как было сказано на встрече, этот проект нацелен на оптимизацию и улучшение процессов в любых сферах жизнедеятельности Ульянской области с использованием методов и инструментов бережливого производства производственной системы Росатом. Даже мое такое недолгое прогружение в процессы уже позволило мне увидеть, что далеко не все процессы они оптимальны. В каждом министерстве есть свои мертвые зоны. Действительно, как называете, потери. Мы стремимся, чтобы их было как можно меньше. Поэтому, если с вашей помощью мы это сделаем, конечно, мы вам очень благодарны. На сегодня территория региона подготовлена к активному запуску 59 проектов, входящих в большую программу помощи регионам корпораций. Наши возможности неисчерпаемы. Значит, производственной системы Росатом нет такой темы в России, за которую мы брались и не доводили до конца. Другое дело, что мы всегда очень трогательны в каждом регионе, в который мы заходим с такой помощью, безвозмездной, естественно. Мы ориентируемся на местную специфику, на заказ губернатора, на реальные потребности региона. По словам председателя правительства региона Александра Смекалина, это не первый совместный проект Ульяновской области с госкорпорацией Росатом. Но большая программа «Эффективный регион» привлекла особое внимание руководство области, поскольку затрагивает разные отрасли и госструктуры. Проекты абсолютно разные по масштабу. То есть, с одной стороны, количество очень большое, но с другой стороны, они вплоть до того, что там есть прям конкретные проекты, вот там сегодня тоже обсуждали, уже презентовали мы Сергея Александровича, там оптимизация процесса сбора заявок, реализации проекта «Помоги собраться в школу». Как отметил руководитель проекта госкорпорации Росатом Павел Сосновских, это уже пятый визит делегации в наш регион в этом году. Он озвучил промежуточные результаты. Про те проекты, которые сейчас озвучил Александр Александрович, в Министерстве здравоохранения у нас 14 проектов. Все мы направлены на новую модель Брежневой поликлиники. Это классика, 4 проекта в поликлинике, это регистратура, это прием врача-терапевта, прием русского специалиста и образование новой системы обращения с пациентом. Как подчеркнули представители госкорпорации, одна из первоочередных задач в реализации всех проектов – формирование мини-структур в подразделениях для реализации проектов и создания учебной площадки.